В Москве на ВДНХ представили академическую историю Югры. Это первый научный труд, охватывающий период с древнейших времен до наших дней. Фундаментальное издание станет источником для учебных материалов. Подробности в материале Вячеслава Шабанова. Событие для округа «Эпохальное» презентованное издание академической истории Югры. Над ним ученые работали пять лет, изучены тысячи источников, сопоставлен большой массив археологических данных, полученных по итогам сотен экспедиций. В результате широкое распространение получают ранее неизвестные факты. Среди открытий, сделанных учеными при подготовке восьми томов академической истории Югры, установление факта того, что человек заселил Югру 18-16 тысяч лет до нашей эры, и при этом граница начального расселения людей оказалась на 350 километров севернее, чем считалось ранее. В павильоне ВДНХ собрались ученые, общественники, представители власти разного уровня. Губернатор делится и другим интересным фактом. Первое русское укрепленное поселение на севере Западной Сибири было построено недалеко от Ханты-Мансийска. Как казалось, не случайно в свое время, именно Ханты-Мансийск был определен в столице нашего региона. Издание подготовлено в соответствии с академическими принципами. Над ним трудились ученые регионального и федерального уровня, 130 специалистов Академии наук, Кунсткамеры, Уральского и Сургутского университетов, Обско-Угорского института. Главный вклад региона был именно в том, что он эту работу запустил и поддерживал. И на мой взгляд, это очень полезный пример взаимодействия регионального и общефедерального. Труд издан тиражом в 4000 экземпляров. Полные собрания уже отправлены в библиотеки Югры. Итоги многолетней работы помещены в восьми томах. Труд получился весомый во всех смыслах, но самое главное – фундаментальный. Такие научные труды становятся источником для учебно-методических материалов, курсов, лекций для студентов. Также на его основе могут написать учебник. Вячеслав Шабанов, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова